Всем привет, мои дорогие! С вами Оля. В последнее время я стала снимать видео о финансах, потому что сама активно занимаюсь упорядочиванием своего бюджета. И эти видео набирают достаточно просмотров для того, чтобы я продолжала снимать. Сегодняшний ролик по запросам о том, как я веду все же семейный бюджет, как я трачу. С радостью с вами поделюсь. Плюс я делаю это видео совместно с Наташей Горбатовой. У нее канал Счастливая Домохозяйка, где много замечательных видео, в том числе про бюджет. Она мама двух мальчиков, они живут в Калининграде, тоже в однокомнатной квартире, у нас очень с ней похожая ситуация. Я обязательно посмотрю, что же она расскажет о том, как она справляется со своими тратами, потому что я пересмотрела массу видео в интернете, и не могу сказать, что я пока что нашла свой вариант. Обязательно переходите тоже на видео Наташи. Смотрите, я уверена, что она расскажет массу полезным, потому что она это умеет и классно делает. Честно говоря, я все еще в процессе поиска, и пока что поделюсь с вами, чем могу. И сразу скажу, что я из тех людей, которые просто не могут записывать, у меня нет ежедневников, блокнотиков. Какое-то время они у меня были, но этот метод для меня слишком тяжелый. Не могу я себя заставить записывать, и что я сделала? По порядку. Я уже говорила в других своих роликах на тему финансов о том, что мы сразу же откладываем часть денег на накопление. Это делать необходимо, и вам абсолютно точно любой семье нужен какой-то капитал для того, чтобы не бросаться в кредиты, которые тянут из вас ваши деньги. Поэтому первым делом, когда мы получаем зарплату, мы сразу же откладываем часть. Но, конечно, существование этого НЗ, это вещь классная, но хочется еще, например, покупать машину, менять квартиру, покупать какие-то себе подарки на праздники. То есть нужна еще одна какая-то резервная сумма, которая у меня тоже есть. Она составляет примерно 30 тысяч рублей. Как только я из нее беру, я стараюсь ее практически сразу пополнить. Также из пришедших вновь денег я могу туда залезть. Это такой оперативный резерв, которым я могу пользоваться. И как только там накапливается больше 30 тысяч рублей, я перевожу это на отдельный счет, на котором у меня как раз купятся деньги на какие-то мои цели конкретные. Понятно, что вот эти вещи сделать элементарно. Самое сложное потом не потратить все, что у тебя есть, и не залезть потом в эти сбережения. Что я делаю? У меня есть вот такие вот листочки, вот такие вот обычные листочки-стикеры, которые разделены на две части. Я долго думала показывать в этом видео, сколько у нас денег приход, но дабы не получать разные негативные комментарии, типа я зажралась и просто я очень богатая, хотя живу в однокомнатной квартире, и поэтому я просто дурью маюсь и снимаю эти видео, то я решила не называть эту сумму. Но я сразу скажу, что мы живем в Москве по московским меркам. У нас достаточно средний доход. И для семьи из четырех человек это не гигантская сумма, к сожалению, хотя хотелось бы, конечно, больше. Поэтому если вдруг у вас появились мысли, что у вас меньше доход, и ничего это для вас не подходит, то это не так. В других своих видео я уже говорила о том, что у меня финансовое образование, опыт работы на инвестиционно-банковском рынке. Я разбираюсь в терминах, и когда включают РБК, я все понимаю, я могу сказать, что все траты примерно одинаковые у семей по процентам. И если, например, у человека... Короче, длинный-длинный, я сейчас хочу сделать рассказ, но смысл заключается в том, что если, например, мы живем в Москве, то траты у нас больше, чем если, например, бы мы жили в Челябинске или в каком-то другом городе. Вот. Итак, две части у нас бумажек. Первая это расчет, вторая это аванс. И на каждой из этих бумажек у меня написана та сумма, которую я каждый месяц с постоянными расходами должна отправить куда-то. Ну, у нас есть... Вот у меня есть бумажка НЗ, бумажка квартплаты, интернет, свет, телефоны тоже постоянно эта цифра, ипотека, обеды и проезд мужу на месяц. Это те бумажки, которые я сразу беру, когда получаем мы зарплату, и мы сразу же распределяем эти деньги по каждой из статей. У нас остается энная сумма денег. Наверное, я ее назову. Это порядка, ну, 30-40 тысяч рублей. Дальше что я делаю? Я знаю, что до аванса у нас порядка 14 дней, но когда как, я всегда считаю, сколько дней осталось до получения следующих денег, и я делю эту сумму на количество оставшихся дней. Получается бюджет. У меня, ну, смотря какие затраты, да, там могут быть какие-то необходимые подарки на дне рождения, какие-то траты, например, на машину вдруг возникшие, которые я сразу же при получении зарплаты отдаю из этих денег. Вот у меня остается на жизнь 2 недели примерно, ну, в районе 1600 рублей в день. И тут у меня нету отдельной статьи расходов на одежду, бытовую химию, на еду и все остальное. Вот я знаю, что мой лимит 1600. Если я в этот день иду в магазин и покупаю еды на 1600, и ничего я не сэкономила, то все, в этот день я себе больше ничего не покупаю. Меня это останавливает от бессмысленных трат. Первым делом я иду всегда и покупаю все самое необходимое. И так как, например, у меня возникают какие-то хотелки, я приучила себя к тому, что я не покупаю их вот стоя в магазине, прямо здесь сейчас захотела и купила. Я прихожу домой, обдумываю эту покупку, я думаю, в какой день я ее совершу, могу ли я ее совершить на этой неделе, и только потом я ее совершаю. И муж мой тоже привык к этому, и это очень удобный способ контролировать себя. Дальше, как правило, у меня остается какая-то часть денег, потому что далеко не каждый день я покупаю еду на 1600 или 2000 рублей, и далеко не каждый день я покупаю бытовую химию, и поэтому скапливается некоторый резерв. Вот я пополняю ее 30 тысяч, туда закидываю это все, и пока не трогаю, и снова получаю деньги аванс. У мужа есть свои деньги, с которыми он ходит на бизнес-ланч, тратит их на проезд, ну вот на какие-то такие вещи. Если вдруг у него случаются непредвиденные обстоятельства, и он тратит из своих денег наличных, то я потом ему докидываю деньги, как бы возвращаю, и получается, что он всегда при деньгах, и он у нас самый транжир, и он, получается, не может как бы слишком много потратить. Вот, когда приходит аванс, то мы платим за детский садик, у нас порядка 10 тысяч рублей эти затраты, потому что мы отводим Дашу в кружки, и, ну, сам садик, вот примерно такая сумма. И дальше из аванса есть того, что осталось, я планирую деньги на всякие плюшки, типа покупка одежды мне, мужу, детям, какие-нибудь походы в рестораны, заказ пиццы, суши и всего остального. Также я стараюсь из аванса отложить деньги на отпуск, на машину. У меня есть как бы нормативы, я посчитала примерно, сколько в год нужно копить, чтобы накопить на отпуск, сколько в год потребляет наша машина ресурсов, то есть, например, это страховка, это переобуться два раза, это по-любому замена масла, это докупка масла, потому что у нас BMW и надо постоянно туда его доливать. То есть, я знаю, сколько в месяц нужно откладывать, чтобы у меня всегда один раз там в год я могла взять эти деньги. Вот они как раз хранятся там в этих 30 тысячах рублей, которые у меня есть всегда свободные. И вот таким образом, оставшиеся деньги снова от аванса я распределяю по количеству дней, которые остались в месяц и до следующей зарплаты. И понимаю, что, например, у меня там бюджет в этот раз 1500, 1300, 1200. Ну и это все зависит от того, какие у нас пожелания есть. И если вдруг в конце месяца мне этой суммы недостаточно, то я могу залезть в отложенные туда в 30 тысяч рублей и взять что-то. Но я стараюсь этого не делать. И обычно вот эта система, когда я знаю, сколько я могу потратить в один день, она работает. Главное, в этом случае вот прошел один день, я не потратила нисколько. Я не знаю, там дети болели, я не выходила никуда в магазин, ничего такого у меня нет. Я это все время скидываю на отдельный счет. У меня есть карта, у меня есть мобильный банк, естественно, который позволяет мне вот делать все эти перемещения бесплатно, без комиссии и моментально. И я вот гоняю эти деньги между счетами. Это занимает несколько секунд, но это меня очень хорошо контролирует. Теперь, что касается длинных покупок, я пришла к выводу, что обязательно нужно обратиться к специалисту, прежде чем тратить деньги. Тем более, вот если, например, вы покупаете одежду постоянно, сходите один раз к стилисту, это стоит, ну там, смотря где, смотря у кого, ну там от 3 до 5 тысяч рублей. Найдите хорошего, чтобы он вас не обманул. И тогда вы будете вкладывать в свой гардероб деньги осознанно, вы не будете выбрасывать деньги на очередную пятую кофточку. Вы будете понимать, что вы делаете, да, точно так же с косметикой. Например, я покупала кучу кремов, постоянно я приходила и думала, у меня не увлажненное лицо, мне нужно что-то делать. Оказалось, что всего лишь стоит заплатить один раз косметологу 700 рублей за то, что он тебе подберет хороший увлажняющий крем, который тебе подходит. И все, все проблемы закончатся на этом. Я теперь прохожу мимо магазинов с косметикой, потому что я знаю свой цветотип, цвета, которые мне подходят. У меня есть уже базовые тени и декоративная косметика, которая мне нужна. И так же у меня есть все крема, мне просто не нужно заходить в подружку. Тут появляется такой момент психологический. Получается, нужно менять привычный образ жизни и получать удовольствие из других вещей. Потому что раньше ты приходил в магазин, ой, там куплю себе шампуньку, там куплю себе что-то еще. Вроде бы как такая эмоциональная разрядка, ты потратил деньги, тебе клево, ты чуть-чуть порадовался. То, что ты их слил, ты об этом не думаешь. Но, к сожалению, это так. Поэтому вот я за то, чтобы делать какие-то такие осознанные траты. Ну и в конце месяца, перед зарплатой, я смотрю, сколько у меня денег получилось. И до того, как я начала заниматься ведением нашего бюджета, или мы жили впритык, тютелька в тютельку, все время тратили. Но тут просто я поняла, какие ошибки я делала, какие совершала. И что эта система для меня реально работает. Потому что у меня получается сохранять часть зарплаты еще дополнительно. Хотя я в начале месяца откладываю деньги, а раньше я этого не делала, и мы сливали в принципе все. Поэтому так или иначе, если вы можете ввести списки, то ведите. Если вы знаете какие-то другие способы, то это замечательно. Абсолютно точно бюджет свой нужно контролировать, делать это осознанно. И тогда по шажочку постепенно у вас скопятся нужные суммы, которыми вы сможете манипулировать и жить без кредитов, и жить без долгов, и жить комфортной жизнью, думать о том, как заработать, а не о том, как рассчитаться с долгами. Вот. Это такой мой главный месседж. Девочки, у меня к вам вопрос. Можете ли вы вести эти ежедневники? Как вообще вы делаете? И самое главное, следующее видео будет о том, как экономить при походе в магазин, как экономить на продуктах. Я тоже, пока что я еще не изучила эту тему, у меня все впереди. Если вы напишите в комментариях, как вы это делаете, я вам буду очень благодарна. Ну, а также оценивайте это видео, если оно вам будет полезно. Ставьте лайк. Я вам буду очень и очень за это благодарна. Вот такое у меня получилось видео. Если у вас есть вопросы или комментарии о том, как что-то улучшить, я всегда открыта к новой информации, с радостью почитаю. Пожалуйста, пишите об этом в комментарии. Мне это точно будет очень и очень полезно. Также, если вы хотите погрузиться в тему глубже, то у меня есть отдельный плейлист про деньги, в котором уже есть несколько роликов. Возможно, они тоже будут вам очень и очень полезны. Я в самом начале того пути, который меня ведет по дороге управления с семейными финансами. Я абсолютно точно в этом разберусь. И если вам тоже интересна эта тема, приглашаю вас со мной в это путешествие. Сегодняшнее видео заканчивается. Переходите обязательно на канал Наташи. Я сейчас тоже пойду смотреть, что же хитренького делает она. И, возможно, возьму что-то подходящее для себя на заметку. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok